Глава Республики Егор Борисов сегодня огласил ежегодное послание Госсобранию Ултумен и жителям Якутии. Обращение главы региона прошло в зале Республики Дома правительства номер один. Там сейчас продолжает работу наш корреспондент Юлия Михайлова. Юлия, добрый день. На каких основных вопросах остановился глава в своем послании? Юлия? Да, Галя. Более чем 40 минут назад закончилось историческое очередное послание главы Республики Государственному собранию Ултумен. Ну и посыл, который прозвучал и который можно было понять из уст главы в адрес депутатов, в адрес руководителей муниципальных образований, в адрес руководителей крупных бюджетнообразующих предприятий. Больше не умных слов, а больше умных дел. Ну и вначале глава остановился на главном финансовом документе в государственном бюджете республики. В этом году бюджетные обязательства исполнены на 100%, отметил глава в социальной сфере. Этот же посыл остается и в предстоящем году. Ну вот некоторые цифры. Собственные доходы республики удалось увеличить в 2,4 раза до 68 миллиардов рублей. С учетом иных поступлений доходная часть выросла вдвое до 81 миллиарда рублей. Социальная сфера в расходной части заняла 27%. Это расходная часть. В ЖКХ 15%, в сельском хозяйстве это 6%, в здравоохранении 5,6%. Ну и тем не менее, учитывая внешнюю экономическую ситуацию, глава республики отметил, что в этом году, в ближайшие, вероятно, два года республике придется жить в режиме, затянув пояс, как говорится. И, конечно, в этой связи остается важным расходовать каждый бюджетный рубль очень ответственно. И вот рядом со мной стоит глава муниципального образования Венкийский национальный район Александр Иванов. И, конечно же, глава в своем послании говорила о том, что об ответственности, опять-таки, крупного бизнеса, социальной ответственности перед муниципальными образованиями. Скажите, пожалуйста, как у вас ведется работа вот в этом ключе? Как вы работаете с недропользователями? Поскольку ваш район самый отдаленный район нашей республики и является поистине кладовой не только республики, но и России. Да, действительно, сегодня в послании говорилось об ответственности недропользователей. И одним из ключевых слов это была экологическая безопасность недропользователей промышленных предприятий. Эти слова волнуют всех жителей нашего района, но и тех районов, где проходит промышленное освоение. И два других смысла в отношении недропользователей. Это и трудоустройство местного населения, об этом говорилось сегодня в послании, снижение уровня безработицы. Мы сегодня работаем и с Алмазами Анабара, и с, кстати, с рабочей силой наших жителей. Другая ответственность это участие в социально-экономическом развитии территории. И мы сегодня также услышали, что глава республики работает с крупными предприятиями. В нашем районе также наши недропользователи участвуют в социально-экономическом развитии района. Заключается соглашение с недропользователями. И мы с уверенностью смотрим в будущее, надеясь на такое отношение наших недропользователей. Спасибо вам огромное. Но хочется добавить, что в целом в послании прозвучало очень четко, что республика будет работать в целом по проектному методу. Вся экономика будет работать именно вот в этом ключе, поскольку действительно экономика должна дать большой толчок к росту. Но в целом я хочу сказать, что мы будем отвечать очень подробно в предстоящих выпусках на основных, остановимся, главных темах послания. Галина. Спасибо, Юлия. Напомню, на связи с нами была наш корреспондент Юлия Михайлова.